Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Мы продолжаем находиться в оставшееся время этого года в условиях низколиквидного рынка. Я предупреждал, что под конец этого года, в последнюю неделю будет не так уж и много макроэкономических отчетов, если не сказать, что их практически вовсе не будет. Но в условиях низколиквидности какой-то даже незначительный информационный фон может спровоцировать серьезные движения. Поэтому заранее вас предупреждаю, что сейчас не самое время, чтобы расслабляться, потому что каждая торговая сессия может преподнести сюрприз в виде высокой волатильности по какой-то категории финансовых активов, либо в целом по рынку. Что касается того, как мы закрываем год, я думаю, что нужно констатировать, что закрытие этого года оказалось весьма успешным, потому что мы вовремя спрогнозировали и определили потенциал слабости американского доллара и сделали большую ставку на рост рисковых инструментов. Именно такие тенденции сейчас на рынке и развиваются. Индекс доллара текущей котировки 101.20. И я полагаю, что мы этот год закроем с очевидным пониманием и осознанием того, что доллар останется под давлением. И с большой долей вероятности начнем 2024 год тоже с пониманием, что доллар может легко обновить новые локальные минимумы. Много раз уже акцентировал ваше внимание, друзья, что на доллар сейчас давит перспектива скорого смягчения монетарной политики в США. И все релизы, отчеты, которые мы получаем, разбираем, анализируем в последние недели, мы стараемся найти в них подтверждение как раз того, что высокая процентная ставка негативно влияет на экономику. С прошлой недели, если взять последние две торговые сессии, четверг-пятница, у нас тянутся релизы по темпам экономического роста США за третий квартал, оценка была ухудшена с 5,2 до 4,9%. Было несколько индикаторов потребительской активности. В целом, индекс расходов на личное потребление, который снизился в годовом выражении с 3,7% до 2%, личные расходы показывают довольно скромную динамику, что на самом деле довольно странно, учитывая, что сейчас период активных потребительских покупок и, соответственно, трата денег на рождественские подарки. Скорее всего, конечно же, эту статистику мы будем анализировать по итогам всего декабря, уже в начале января. Расходы на личное потребление – один из самых предпочтительных индикаторов для Федрезерова в оценке ситуации с инфляцией. Тоже нисходящая динамика с 3,4% до 3,2%, что еще больше убеждает нас в том, что давление цен постепенно снижается на американскую экономику и инфляция идет на спад. При сохранении текущих темпов снижения инфляционного давления, я думаю, что ФРС может приблизиться вплотную к целевому ориентиру в 2% по инфляции уже до конца следующего года. Если вы сомневаетесь в том, что указанная статистика не претендует на звание серьезных катализаторов для доллара, я рекомендую вам посмотреть, как она повлияла уже на вероятность снижения ключевой процентной ставки в США. Для этого есть инструмент FedWatch Tool, и сейчас он подсвечивает, что вероятность снижения ставки в марте составляет уже 78%. Если в январе мы увидим слабый отчет по американскому рынку труда, это будут декабрьские цифры, и зафиксируем подтверждение дальнейшего снижения инфляционного давления в Штатах, то, соответственно, эта вероятность будет уже стремиться в район 80-90%, может быть, даже к 100%. И надеюсь, то, что такой расклад убедит сомневающихся трейдеров в том, что нужно уже принимать решение с акцентом на то, что глядет очень серьезные изменения в мировой монетарной политике, которая начнется с действий Федрезерва. Это действия, которые будут предполагать отказ от высоких процентных ставок и первое за много лет снижение ставки с отметки 5,5%. Поэтому в текущих условиях я считаю, что нужно быть благодарными рынку, который дал нам возможность очень хорошо заработать под закрытие этого года, но все равно долгосрочно пока что мы понимаем, что потенциал еще не исчерпан, и индекс доллара может легко оказаться в районе 100 пунктов ровно. Золото 2064 доллара за тройскую консию, максимум пятница был 2070, ралли состоялось, может быть, будут какие-то еще интересные движения, и мы сможем констатировать, что ралли Санта-Клауса, Ждественское ралли, все-таки прям было продлено еще до закрытия этого года, но золото уже и так выполнило все самые смелые и амбициозные цели, планы, которые мы ставили. Поэтому тоже спасибо этому активу, который дал очень хорошую возможность заработать. В целом, при текущем распределении большинства и меньшинства, толпа трейдеров находится в продажах, по-прежнему почти 70%, я уверен, что золото сможет сохранить эту бычью динамику и обновить даже локальные максимумы до конца этой недели. Европейская валюта 1.10.20, на фоне слабости американского доллара у евро всегда только один путь, это движение вверх, причем мы уже закрыли глаза на европейскую статистику, поскольку понимаем, что рынком сейчас движет доллар. Британская валюта 1.27.10, очень насыщенных выдалась пятница, были данные по роничным продажам и ВВП. На самом деле статистика неважная, в частности показатели ВВП в четвертом квартале, в третьем квартале, прошу прощения, снизился на 0,1%, что повышает вероятность того, что в Англии вовсе может наступить рецессия под закрытие уже 2023 года. Общий показатель годовой пока удержался на положительной территории на 0,3%. Роничные продажи при этом очень сильно выросли на 1,3%, в прошлом месяце прогноз был 0,4%. И много раз уже говорил, что если растут роничные продажи, значит есть предпосылки для усиления инфляции, которая остается в Англии на отметке 3,9%. Постоянно провожу аналогии, акцентирую ваше внимание на контраст монетарных политик. Так вот, если инфляция в Англии 3,9%, инфляция в США 3,1%, при этом американская экономика в третьем квартале выросла на 4,9%, а британская экономика оказалась ниже нуля, минус 0,1%. Понятное дело, что куда больше возможностей именно у Федрезерва быстрее отказаться от высоких процентных ставок, что создаст условия для давления на оппозиции американского доллара и может поддержать еще фунт. Поэтому цели 1,30 остаются актуальными. Американский фондовый рынок S&P 4810 пунктов уже явно идем на следующий уровень такого психологического сопротивления 4,905 тысяч. Я думаю, мы туда все-таки в ближайшие торговые сессии, хорошо, ладно, это все-таки, наверное, большое движение, в ближайшие недели сможем добраться. Особенно, если на рынке будет появляться все больше доказательств того, что ФРС снизит ключевую процентную ставку. По австралийцу рекомендую смотреть на отметку 0,6970, текущей котировки 0,6814. Рынок нефти 78,95, здесь фонд противоречивый. Движений особо интересных пока что нет. Котировки бренды консолидируются в районе 79 долларов за баррель. С одной стороны, участники рынка анализируют события, связанные с нападением на суда в Красном море, еминскими хуситами. И, соответственно, если в заголовках фигурирует то, что эти суда имеют отношение к нефтяным компаниям, то сразу же на поверхности оказывается риск перебоев поставок. Это действительно правильная трактовка вот этих событий для тех трейдеров, которые спекулируют о нефтью. Но, с другой стороны, есть новости, связанные с выходом Анголы из ОПЕК. Я прекрасно понимаю, что Ангола – это очень незначительный игрок всего нефтяного альянса. По сути, 15-е место в мире у Анголы и сейчас она добывает в лучшем случае 1 миллион баррелей в сутки, если сравнить с той же самой Саудовской Аравией, которая добывает 10 миллионов баррелей. Ну, понятно, насколько ничтожна роль этого государства в целом в объединении энергетического пакта. Но есть прецедент выхода из ОПЕК, такое разовое явление, которое обсуждается, что если за Анголы последуют другие государства, что если развалится ОПЕК. Ну, я думаю, что если развалится ОПЕК, то, конечно же, на рынке очень быстро появится огромное количество нефти, будет создан дефицит, точнее, избыток предложения, и котировки перейдут к затяжному нисходящему ранее. Я пока что удерживаю короткие позиции, потому что, соизмеряя, опять же, текущий новостной фон еще с рыночным сантиментом, а рыночный сантимент указывает на то, что толпа находится в длинных позициях и допускает, что все-таки в ближайшей торговой сессии больше вероятности того, что бренд и WCI отступят к новым локальным минимумам. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!